Наше путешествие стремительно продолжается. В этом выпуске мы покажем наш следующий участок пути через Литву и Латвию. А в следующем видео я расскажу вам, на чем мы путешествуем, покажу вам наш автодом и как он устроен. В Литве мы сразу поехали в город Тракай, не заезжая в Вильнюс, так как там уже много раз были. Посетили Каунас и Шауляй. А в Латвии мы были в Елгаве, на Рижском Зморье и Юрмале, а также в Риге. Тракайский замок – это восстановленный замок Витовта и последующих литовских князей. Это один из немногих островных замков в Восточной Европе. Стоянки возле замка платные, евро 20 за час, либо 5 евро за день. Затем мы заехали во второй по величине город Литвы после Вильнюса. Это Каунас. Здесь сохранилось много архитектурных памятников. В Каунас мы попали в субботу и за время прогулки встретили очень много свадеб. Заехали в магазин и увидели там кое-что интересное. Выбираем нового жителя себе в автобус. Вот посмотрите на эти орхидеи. Я вообще таких в жизни не видела. Вот нормальные размеры, вот они. Это просто один огромный цветок. Привет! Я хочу к вам. Возьмите меня с собой. Берем, берем. Заехали на ночевку где-то в Литве на шикарное озеро. А здесь нашли такой заброшенный, не знаю, отель или ресторан, что это было такое. И вот это заброшенное здание. В специальном приложении нашли точку с чистой питьевой водой. Вот будем набирать, наполнять. Лисичка. Пришла в водичке, хочет пахнуть. Бедненькая. Заправляем цены, конечно, 1,40 евро за литр дизеля. Литва. Пусть. Да. Все. Мы проезжаем какое-то очень жуткое кладбище. Тут очень много крестов. Они высоченные. Андрей пошел снимать. Я боюсь. Я никуда не пойду. Даже не просите. О, Боже, что-то будет. Мама. Оля сидит и боится. Мы приехали на самое мистическое место в Прибалтике. Оля забоялась выходить из автобуса. Но меня этим не остановить. Итак, мы здесь ночью один. Вернее, я один. Смотрите. Это называется Гора Крестов. Завтра мы сюда приедем еще днем. И посмотрим более подробно. А вот в темноте стоит наш автобус. Как туман. Ужас. Страшно. Вот мы приехали днем на это культовое место. Выглядит, конечно, жутковато. Даже днем. Это главный вход. Главная лестница. Сотни крестов. Различных размеров. Несмотря на внешнее сходство, Гора Крестов не является кладбищем. Это святыня в Литве. Место паломничества. И существует поверье, если здесь оставить свой крестик, то это принесет удачу. Сейчас поднимется. Ой, зайка. Здесь так много крестов, что многие из них уже сгнили. Пришли в негодность. И просто осыпались. Выглядит, конечно. Мы поднялись на самый верх. А все открывается уже. Панорамный вид. На все эти действия. Прикиньте масштаб. Это только наверху. Что там делает Оля. Мы не знаем. Можно только догадываться. Что совершает какие-то обряды, наверное, тайные. Она же любитель экстрасенсов. Пересекаем границу с Латвией. В Елгаве мы попали под сильный дождь с градом. Под него и заснули. Куда мы идем, Андрей? Скажи мне, пожалуйста. Мы идем на Ривское взморье. И там. Бережим возле Йоргана. Я не верю, что мы сейчас увидим море. Как красиво. Моги. Пустынные улочки Йоргана. Туристов российских нет. А другим особо сюда не интересно везет. Сейчас Оля покажет, как правильно крутить земной шар. Куда мы едем, скажи мне. Вот сюда, вот-вот, это здесь, вот. В Йормале мы пошли гулять в лесной парк Динтери. Поднялся на обзорную башню в парке Динтери. Отсюда открывается великолепный вид на море, на весь парк. Очень красиво. Довольно-таки высоко. Пол решетчатый. И те, кто с высотой не дружат, конечно, здесь будут очень даже чувствовать себя некомфортно. Тем более башня шатает от ветра. Высота приличная. Даже не знаю, метров тридцать, наверное, над соснами. Вот, открывается видность на весь парк. В доливе видны дома Риги. Рижский залив. После прогулки в парке обнаружили такой интересный автомобиль. Весь расписанный какими-то непонятными надписями. Оказалось, что это первый в Латвии тик-ток хаус. Фэм-3. Сегодня мы на концерте у Раймонда Пауса. Выступление начинается буквально через пару минут. Мы уже в полной готовности. Будем вас информировать. Раймонд поет. Оля пляшет. Оля танцует. Вот там идет концерт. Дзин Тереси. Раймонда Пауса. А мы тут отдыхаем. У нас свой концерт. Доброе утро, друзья. Сегодня мы заночевали вот в таком дивном сосновом лесу. Который находится прямо у моря. На пляже. На пляже. Никого нет. Набежали тучки. Пошел мелкий дождь. Но это нам даже нравится. Пустына. Никто не беспокоит. И тишина. Только птички поют. Обратите внимание. По всему городу в Юрмале. Очень много таких вот красивых заброшенных домов. Больших, маленьких. Никто не живет. Прямо аж дичь какая-то. Очень много. А сегодня мы поедем на болото. Национальный парк, который находится буквально в 20 километрах от Юрмалы. Посмотрим, как там все устроено. Говорят, очень красивое место. Посмотрим. А сейчас Оля готовит сырники. Глянем, что у нее там получается. Так. Заходим. Сегодня мы спали внизу. Идем на кухню. Нашкварчат сырники. И кофе на подходе. Прекрасно. Сейчас накроем стол. Будем завтракать. А вот и сырнички подошли. Оля у меня готовит шедеврально. Мы приехали на прогулку по болотам Кемери. Это удивительное место находится в окрестностях Юрмалы. И это достопримечательность Латвии. И мы сейчас пойдем бродить по мелким озерам, которые разбросаны по всей территории этого всего места. Как хорошо у тебя получается. Итак, маршрут наш пролегает по таким мосткам. Его длина 3,5 километра. Есть еще маленький круг, 1,5 километра. Но мы, конечно, пойдем по большому, чтобы все увидеть и рассмотреть. Мы дошли до развилки. Направо уходит короткий круг, а прямо по большому. Мы пойдем, конечно, по большому, где нас ждет. На самой дальней точке будет большая башня, вышка. На нее можно залезть и посмотреть на все это сверху. Мы дождались сегодня все-таки солнечной погоды. И болото перед нами предстали в полной красе. Как вы видите, вокруг находятся невысокие деревья. Так как серные источники в почве не позволяют накапливать питательные вещества. И то, что растет, не вырастает больших размеров. Если приехать в нужный сезон, то можно собирать такую ягоду, как болотная клюква, шикша черная, морожка и голубика. Хотя здесь и черничник очень хороший. Да. Пройдем дальше. Не прошли мы и 10 минут, как решили устроить себе. Да, мы дошли до первой трясины и решили съесть белорусские конфетки с чаем. Да. Вот. Помедитировать на эту унылую грязь. Мы уже ушли вглубь болот. И пока никаких кикимор водяных и собак баскервиль не обнаружили. Зато много ягод, которые еще не поспели. Видели небольшую ящерицу. Оля, а ты что-то видела? Я видела, что нет комаров. А, нет комаров, точно. Тут комаров нет. Это очень радует. Да, это прямо создает благоприятные условия для исследования этих дивных мест. Пойдем дальше. Осталось немного дойти до самой дальней точки. А там будет вышка. В плане башни. В плане места, в котором можно подняться наверх. И посмотреть все сверху. Вперед. Мы добрались до конечной точки маршрута. И поднялись на смотровую площадку. Вы только посмотрите, какой завораживающий вид открывается. Конечно, на видео это не передать. Но на самом деле, очень красиво. И виден размер этого болота. Он нереально огромен. Оль, тебе понравилось? Красота. Не ожидали, что так будет выглядеть все это сверху. Действительно классно. Так что, если кто доедет, до Юрмала обязательно посетите. Это самая лучшая достопримечательность, которая вас может удивить. Еще здесь много птиц водится. Одна из них Фи-Фи, которую мы встретили. Но, к сожалению, снять не удалось. Мы продолжаем наш путь. До конца маршрута осталось пару километров. Надышались багульника. Да. Чувствуем себя прекрасно. А вот по этой причине здесь нет комаров и мошек. Все края водоемов усеяны этим растением, платоядной россянкой. Она издает запах, на который слетаются все мошки и комары. И она с удовольствием их поедает. Возвращаемся с прогулки. Эмоции моря. Очень понравилось. Сделали два больших круга. Ставлю этому месту 10. Из 10 рекомендую к посещению. Посещение здесь бесплатно. Только за парковку надо заплатить 3 евро. Сегодня мы останемся здесь рядом ночевать. А утром, может, еще зайдемся, сделаем маленький кружок. Так что до завтра. Это у нас второй завтрак в Чайхане-Сити. Сейчас позавтракаем и побежим опять по Риге гулять. На завтрак у нас салатик с семгой и с копченой. Ну, все как мы любим. Вперед! Мы на Ратушной площади в Риге. Старая Рига. Фрагмент городской стены. Герань, которая должна была стоять в правом окне для профессора Плейшнера из 17 мгновений весны. А напротив улица, по которой ходил Шарла Холмс. Мы сейчас попробуем найти его дом. А в этом доме жил Шарла Холмс с Батсоном. В эту дверь они входили. Тут видно плохо, потому что все закрыто. Заборами. Так, это выглядит со стороны. Девушка, вы кто? Я. А как ее звали? Экономка. А, экономка? А, мисс... Мисс Арпл. У нас сегодня обед в Риге. Рыбный день. Это семга копченая. А это у нас салака. Ну вот, пожаренная. Чай из багульника и липы. Десерты. Все только начинается. Вот. Город Рига в центре. Кушать садимся. Наше путешествие продолжается и становится все интереснее и интереснее. Подписывайтесь на наш канал. Пишите комментарии. Не пропускайте новые выпуски. Субтитры сделал DimaTorzok